Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами разберем тему круга, а именно как же вязать ровный красивый круг, чтобы нигде у нас он не стягивался или наоборот не шел волнами. В первой части видео мы с вами разберем схему, а во второй части уже перейдем к практике. Вязание у нас идет круговое, то есть начинаем мы с вами вязание либо с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 воздушных, которые мы замыкаем в колечко, либо же с кольца амигуруми. Мне больше нравится второй вариант, но выбирать уже вам. Первый ряд начинаем с 3 воздушных, которые нам служат первым столбиком с накидом. И теперь в кольцо амигуруми, либо же в колечко из воздушных петель мы с вами провязываем еще 11 столбиков с накидом. Включая первый наш вот этот столбик, который состоит из 3 воздушных, у нас получается 12 столбиков с накидом в кольцо амигуруми или в кольцо из воздушных петель. Второй ряд у нас будет полностью состоять из так называемых двойных столбиков, то есть два столбика в одну петлю. Начинаем вязание с трех воздушных, которые нам служат первым столбиком с накидом. И в эту же петлю, откуда вязали три воздушные, мы провязываем столбик с накидом. Следующий столбик предыдущего ряда мы также провязываем два столбика вместе. Следующий также два столбика вместе. И так до конца ряда в каждый столбик провязываем по два столбика вместе и получаем двойные столбики с накидом. Третий ряд, как и все последующие, мы с вами будем начинать также с трех воздушных петелек, которые будут служить первым столбиком с накидом. И теперь в эту же петлю будем провязывать еще один столбик с накидом. То есть начало вязания всегда у нас будет начинаться с двойного столбика, то есть два столбика с накидом в одну петлю. В третьем ряду дальше вяжем один столбик с накидом в следующую петельку, то есть один единичный столбик. Дальше двойной, один единичный, двойной, один единичный, двойной. И так провязываем по кругу до конца ряда. Следующий ряд, четвертый, мы также начинаем с двойного столбика, точно так же набираем три воздушные петли. И в эту же петельку, откуда их вязали, провязываем еще один столбик с накидом. Получается у нас двойной столбик. И смотрите, если в предыдущем ряду мы вязали 1 единичный столбик, то в следующем ряду мы будем провязывать 2. Потом опять у нас двойной, 2 единичных, двойной, 2 единичных. И так провязываем до конца 4 ряда. Пятый ряд вяжем по тому же принципу. Начинаем с 3 воздушных, в эту же петлю провязываем столбик с накидом и получаем двойной столбик. И смотрите, если в третьем ряду был 1 единичный столбик, в четвертом 2, в пятом у нас уже будет 3 единичных столбика. Дальше опять двойной, 3 единичных столбика, двойной. И так провязываем до конца ряда. Шестой ряд вяжем по тому же принципу. Начинаем с 3 воздушных, в эту же петлю провязываем 1 столбик с накидом, получаем двойной. И теперь смотрите, здесь мы уже вяжем 1, 2, 3, 4 единичных столбика. Двойной, 1, 2, 3, 4 единичных столбика, двойной. Провязываем до конца ряда. Седьмой ряд по тому же принципу. 3 воздушные, в эту же петельку провязываем столбик с накидом и получаем двойной. И теперь у нас уже 1, 2, 3, 4, 5. Двойной, 5 единичных, двойной, 5 единичных. И так до конца ряда. И так все последующие ряды мы с вами будем вязать. То есть начинаем мы с 3 воздушных, которые служат первым столбиком с накидом. В эту же петлю провязываем еще 1 столбик с накидом, получаем двойной. И в каждом ряду прибавляем на 1 единичный столбик. То есть если в седьмом ряду у нас было 1, 2, 3, 4, 5 единичных, то в следующем ряду у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. В девятом ряду будет 7, потом 8, 9, 10 и так далее. Так до неограниченного количества вот этих вот столбиков мы можем вязать, пока не получим нужный размер нашего изделия. То есть нам главное запомнить, что начинаем мы всегда с двойного и дальше в каждом ряду на 1 столбик у нас увеличивается количество вот этих единичных. Ну что ж, надеюсь с этим разобрались. Давайте приступать к практике. Итак, начинаем мы с вами вязание либо с 6 воздушных, которые замыкаем в колечко. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в первую петельку соединительной присоединяемся и тогда вяжем уже в это колечко, либо же делаем с вами кольцо амигуруми. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь у нас получается такой крестик между двумя ниточками. Заводим крючок, захватываем петлю и аккуратно снимаем с пальчиков. Теперь согласно схеме мы провязываем с вами 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. И теперь в колечко провязываем еще 11 столбиков с накидом. Сейчас я провяжу и вернусь к вам. Я провязала в колечко 11 столбиков и включая первые 3 воздушные петли, которые служат одним столбиком с накидом, у меня всего получилось 12 столбиков. Затягиваю колечко. И теперь нам важно каждый ряд закрывать красиво, чтобы не было ступенек. Для этого мы слегка вытягиваем ниточку, снимаем крючок и находим, смотрите, не три воздушные наши, раз, два, три, а вот столбик с накидом второй. И с обратной стороны вот так заводим сюда крючок. Захватываем ниточку и вытягиваем ее на обратную сторону. Теперь в эту же петлю, куда мы с вами захватили ниточку, в эту же петлю, во второй столбик получается, провязываем столбик без накида и одну воздушную. Вот у нас получился первый столбик с накидом. И согласно схеме, во втором ряду мы с вами провязываем по два столбика в каждую петлю, то есть двойные столбики. То есть в эту же петлю мы провязываем еще один столбик с накидом. В следующую петельку два столбика. Первый. Сюда же второй. В следующую петельку опять первый столбик. Сюда же второй. И так до конца ряда, то есть в каждую петельку по два столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Всего у нас должно в этом ряду получиться 24 столбика с накидом. Дошли мы с вами до конца ряда. Опять снимаем крючок и находим второй наш столбик. Не вот этот вот столбик первый, который был, который вот он, как бы такой немножечко кривой, да? А именно второй столбик. И под две стеночки петли заводим крючок с обратной стороны, захватываем ниточку и протягиваем назад. Теперь в эту же петельку провязываем столбик без накида и одну воздушную. Это наш первый столбик с накидом. И как каждый ряд следующий, мы начинаем с двойного столбика. То есть один столбик у нас есть, и в эту же петлю мы провязываем второй. Дальше у нас идет один единичный. Следующую петлю двойной. То есть раз в столбик, и сюда же в эту же петельку два. Дальше единичный. Один столбик. Дальше двойной. Раз. И в эту же петельку два. Дальше единичный. Один столбик. Следующую петельку двойной. Раз в столбик. И сюда же два. И вот таким образом, чередуя два столбика один, два, один, мы провязываем с вами ряд до конца. Обратите, пожалуйста, внимание, очень важно не потерять вот этот вот последний столбик. И если мы ряд с вами начинаем с двойного, а мы всегда начинаем его с двойного столбика, то заканчивается ряд всегда единичным. Не может здесь быть в конце двойной столбик. Если совпадает, что двойной, значит, что-то где-то провязали неправильно. Опять снимаем крючок, находим второй наш столбик. И по две петельки заводим крючок. Захватываем ниточку. Вытаскиваем. Теперь в эту же петлю провязываем столбик без накида воздушную. Первый столбик с накидом у нас есть. Начинаем с вами ряд. Вот смотрите, в предыдущем ряду, вот если по схеме, вот она наша схема была. Это мы вязали с вами третий ряд сейчас. Там, где мы начинали с двойного, единичный, двойной, единичный. В четвертом ряду начинаем с двойного и дальше два единичных. Так, первый столбик есть. В эту же петлю провязываем второй столбик и два единичных. То есть, в следующую петлю раз и в следующую петлю два. То есть, не в одну петлю, а в две разные. Видите, провязали. Теперь двойной опять. Первый столбик и в эту же петлю второй. Два единичных. В следующую петлю раз, столбик. И в следующую два. Дальше двойной. Раз и сюда же два. Два единичных. В следующую петельку один столбик и в следующую второй. И вот по такому принципу, то есть, два вместе, два отдельно, два вместе, два отдельно, мы вяжем этот ряд до конца. Все, дошли до конца ряда. Опять повторяем ту же процедуру. Вот второй наш столбик. Под две стеночки заводим крючок с обратной стороны, захватываем ниточку, вытаскиваем наизнанку. Здесь провязываем в эту же петлю столбик без накида и воздушную петлю. Смотрите, в этом ряду, точнее в предыдущем, мы с вами вязали два отдельных столбика. В этом ряду будет три. Начинаем ряд, как обычно, с двойного. То есть, один столбик у нас есть и в эту же петельку вяжем второй. А дальше три единичных. Раз. В следующую петельку два. В следующую три. Дальше два вместе, то есть, двойной вяжем. Первый столбик и в эту же петлю второй. Теперь опять три единичных. Раз. В следующую петельку два. В следующую три. Теперь двойной, два вместе. Первый столбик и в эту же петлю второй. По такому принципу мы вяжем с вами до конца ряда. То есть, у нас было два столбика, три единичных. Два столбика вместе, три единичных. Два столбика вместе, три единичных. И так провязываем по кругу. Завершаем ряд, как обычно. Во второй столбик. С обратной стороны заводим крючок. Захватываем нашу петлю. Вытягиваем ее назад. Теперь в эту же петельку провязываем столбик без накида и воздушную петлю. Получаем первый столбик с накидом. Смотрите, если в предыдущем ряду у нас было три вот этих вот единичных столбика, между нашими вот этими двойными галочками, тогда в этом ряду будет четыре. Вот, первый наш столбик. В эту же петлю вяжем второй столбик, так как всегда ряд мы начинаем с двойного. И теперь вяжем четыре столбика единичных. Раз, два, три, четыре. Теперь двойной. Первый столбик. И в эту же петлю второй. Вновь четыре единичных. Первый столбик. Следующую петлю второй. Следующую третий. Следующую четвертый. Двойной. Первый столбик. И сюда же второй. По такому принципу вяжем до конца ряда. В конце ряда круг соединяем как обычно. Во второй столбик с изнаночной стороны заводим крючок по две стеночки петли. Захватываем нашу ниточку. Вытягиваем наизнанку. И в эту же петлю провязываем столбик без накида и воздушно. Смотрите. Дальше все ряды вяжутся по этому же принципу. То есть мы с вами начинаем вязание с двойного элемента. То есть один столбик, который мы с вами сформировали, когда присоединились, второй провязали в эту же петлю. Теперь если в предыдущем ряду у нас было раз, два, три, четыре единичных столбика. Вот они. То в следующем ряду будет пять. Потом шесть, семь, восемь. И так неограниченное количество раз. Столько, сколько вам необходимо. И в принципе, вся фишка вязания круга на этом раскрыта. Весь секрет. На этом мой мастер-класс закончен. Если он был вам полезен и все было понятно, тогда поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите ваш комментарий. И не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.